Забудь надежду, всяк сюда входящий. Эти слова давно следовало бы написать на воротах московского Кремля. Там за стеной свой мир, сказка с неизбежно грустным концом. Политологи намного умнее реальных знаковых законов этого замка. Не тогда высморкался, не там кашлянул, не тому улыбнулся. Именно эти невинные функции организма порой решают судьбу людей. Незаменимых нет, и это должен знать каждый. Я политик, я остаюсь политиком. Я хочу, чтобы и люди, и в России, и мои родные и близкие знали, почему я нахожусь в Польше. Я здесь нахожусь как политэмигрант. Если я правильно понимаю, сам статус политэмигранта предполагает наличие уже определенного конфликта, но у вас не может быть ни конфликта связанного, нет проблемы связанной с гражданством, с расой, с языком, с вероисповеданием. То есть прежде всего политика. Но в то же время мало кто может сказать о том, что у вас были какие-то реальные конфликты с тем режимом, который сейчас есть в России. С той политической линией, которая проводилась в России последние годы, у вас не было серьезных противоречий никогда. По крайней мере, если они были, то они были столь эффектно и искусно завуалированы, что никто об этом не знал. И поэтому борьба именно на политическом фронте с той властью, которая есть сегодня, для многих большое откровение в контексте вашей истории. А здесь мало только формальной логики. Действительно, я был причастен к созданию политического режима президента Ельцина с самых ранних его этапов. Но, как вы знаете, логика любого авторитарного режима однозначно начинается уничтожение соратников рано или поздно. Скорее всего, рано, если человек имеет коммунистическое прошлое. Соратники уничтожаются по разным причинам и с разными целями. Но такова их, увы, судьба. На первых этапах действовали романтики, которые ставили во многом идеалистические цели. Немножко я застал стадию прагматизма, но уже когда стали формироваться группировки, кланы и стаи, приступившие к разделу добычи, в этот момент я в обстановку вокруг Кремля не вписался и надо было уходить. Не вписались, почему? Нужно было выбрать стаю и влиться в нее. Тогда уже действовали бы законы группового нападения и групповой защиты. Оставаться одиночкой в такой ситуации, не примыкать никуда и вести некую собственную линию, ну, это было смертельно опасно. Потребность в жертвах показательных периодичьей возникает. И кого принести в жертву? Ну, конечно, того, кто. Кто не в группе, кто не в стае. В конце 80-х годов Сергей Станкевич, молодой энергичный историк и кандидат наук, скромно одетый и говорящий по-английски с интеллигентным университетским акцентом, на фоне своих политических предшественников выглядел весьма привлекательно и даже свежо. Его заметили. За границей, куда Станкевич выезжал все чаще в начале 90-х, его даже называли лицом перестройки, в то время как Александра Яковлева называли ее отцом. В России же Станкевич срывал аплодисменты на митингах Народного фронта и межрегиональной депутатской группы, став, пожалуй, одним из самых популярных в народе депутатов первой волны. Единственной, как тогда казалось, силы, способной противопоставить хоть что-то старой системе ценностей советского государственного аппарата. Насколько я понимаю, меня попросили дать справку. Я вам скажу, мы будем медленно продвигаться, если будем вводить... Насколько я понимаю, меня просили дать справку. Я прошу проявлять уважение к депутатам. Хорошо. Антидемократическая практика, препятствования, высказывания, нетерпимы на этом съезде. Хорошо, кстати, еще у вас есть... Простите, вы ко мне обращаетесь, да? Я обращаюсь официально. Вот размышляя сейчас, оглядываясь назад, все-таки прошло 10 лет, мне кажется, это была преждевременная, ранняя радикализация, потому что оппозиция еще не созрела. Мы были на стадии разработки программных документов. Мы только готовили еще какие-то основы для последующего интенсивного реформаторства, для реформаторского прорыва. Не было ясно до конца, что делать в тех или иных сферах экономики, например, особенно финансов. Как поступить с тем, что рыночная свобода, это одновременно и в первую очередь свобода брать из России ресурсы и вывозить. Как это совместить? То есть вот к такого рода конкретным вещам полной готовности не было. Предполагалось, что еще 2-3-4 года мы будем в оппозиции, и будет возможность тщательно все это подготовить. И вот эта преждевременная радикализация, она свалилась на плечи. 91-го года. 91-го года. И в этот момент очень многое зависело от лидера. Нужно было ограничить себя во всем, нужно было полностью сосредотачиваться на радикальном реформаторстве. Нужно было немедленно менять конституцию. Немедленно. Тогда же, в 91-м, нужно было новые выборы проводить. Обязательно. Ну и так далее. То есть работать в интенсивном режиме в тот момент, когда колоссальный кредит доверия, когда все, что ты предлагаешь, я имею в виду в данном случае Бориса Николаевича Ельцина, принималось бы и проводилось бы в жизни. Вот в этот момент, это был уникальный исторический момент. Нужно было действовать на полную мощность в режиме прорыва. Вместо этого Борис Николаевич на 2 недели уехал отдыхать в Сочи. А вернувшись, ну, занялся выяснением отношений с Горбачевым, кадровой работой. И, к сожалению, уникальные возможности были в этот момент упущены. Лидеры реформаторского движения, и оно в целом оказалось в заложниках у вождя. Вождь явно не дотягивал в этот момент, у него не было своего мировоззрения, у него не было собственного представления о путях реформирования России. Он маневрировал, он опирался на Гайдара, а потом на Черномердина, в зависимости от ситуации. О смене вождя, естественно, речи быть не могло. То есть он должен был выработать свой объективный потенциал до конца. Ну, вот, собственно, к этому мы сейчас и подходим. Сложно объективно определить место политика Станкевича в достаточно хаотичной и постоянно меняющейся структуре российской власти. Но, скорее всего, он всегда был и остается прагматиком, в отличие от Заславского, Попова и Афанасьева, успевших понять, что библиотечные залы куда более кремлевских коридоров соответствуют их взглядам на жизнь. Историк Сергей Станкевич шел во власть членам КПСС, на выборы в Моссовет демократам, на баррикады 91-го уже соратникам будущего президента. Впрочем, все эти соратники давно уже бывшие. Фамилии многих просто забыты. Юношеский романтизм улетучился вместе с запахом взрывов осенью 93-го. Очень важно работать командой. Недостатки лидера команда компенсирует. Лидер не обязан знать все, все уметь и везде поспевать. Он должен сформировать сплоченную команду, своего рода коллективного президента. Он должен быть лидером для соратников. Борис Николаевич сознательно отказался от этого. Он стал строить свою администрацию по принципу царского двора, где идет постоянная конкурентная борьба дворцовых клик, интриги, становится сутью существования. Ну и в итоге получил такой финал. В тот момент, когда Юрий Афанасьев сказал, что все, мое дело сделано, я ухожу обратно в историко-архивный институт. Вы историк по образованию, кстати же, да? Вы не остановились, вы пошли дальше. Вы верили в то, что сейчас наступает то время, в котором вы будете необходимы как демократы, как, возможно, потенциальный функционер уже нового строя. Заметьте, я ведь, вопреки тому, что предлагались различные министерские посты мне в разное время, я ведь не принял ни одного, я не был настолько самонадеян, чтобы утверждать, что я могу возглавить любое министерство и, так сказать, царствовать, разъезжая на лимузине. Я остался советником по политическим вопросам. Я историк по образованию и политолог, и занимался профессиональной аполитологией. Я был специалистом по парламентаризму, в частности, и по политическим системам, по избирательным технологиям. Меня интересовала эта сторона. Меня интересовало создание политических институтов российской демократии. Это было мое прямое профессиональное дело, которым я и предполагал заниматься. Именно поэтому я задержался дольше. До сих пор Сергей Станкевич считает, что КГБ не может простить ему то, что поздним вечером 22 августа 1991 года именно он, зампред Моссовета, организовывал свержение памятника Дзержинскому на Лубянской площади. Как ни парадоксально, именно это событие можно считать чуть ли не пиком политической карьеры Станкевича. Еще он отметился в том же 1991 на Старой площади, вместе с Геннадием Бурбалесом, объявив, что караул устал, и выселив весь старый советский аппарат с насиженных мест. Впрочем, было еще так называемое Катынское дело. Здесь заслугу Станкевича не отнять. Архивы, свидетельствующие о том, что же на самом деле произошло в 1940 году, появились на свет исключительно с его помощью. С того момента, как вы руководили снятием памятника Дзержинского, до того момента, когда ваше досье по каналам Интерпола с красной пометочкой такой, как особо опасный уголовник, извините, это не я придумал, это же форма такая, да? Особо опасный в розыске. Человек совершил уголовное преступление, пошло по каналам Интерпола, прошло 5 лет, чуть меньше даже, меньше 5 лет, меньше пятилетки. У вас не было такой чисто человеческой обиды? Вот она, благодарность такая пришла, своеобразная, да? Все перевернулось. Ну, это речь не об обиде. В этом есть какая-то мистика истории, несомненно. Но попытка расправиться стартовала гораздо раньше. 91-й год, действительно, вот такой драматический момент на площади. Но, кстати, ведь этот момент, пока мы занимались памятником, действительно, ведь мог начаться и штурм зданий близлежащих. Я вот этот момент, кстати, когда разговаривал с людьми, я вспомнил то, что я читал про Германию. Там ведь потом публиковалось это в европейской прессе широко. Агенты штази сами спровоцировали штурм здания, вместе со штурмующими ворвались внутрь, чтобы уничтожить все сомнительного содержания архивы, которые им мешали. И у меня было точное ощущение, что нечто подобное происходит. Ведь призывы к штурму звучали, и даже попытки были. И я в этот момент сказал, что все, кто будут призывать к штурму здания, это агенты КГБ. Хватайте их. И, видимо, никто действительно не захотел стать агентом КГБ, и как-то призывы прекратились. Штурму удалось избежать. Я не знал, кто в здании. Я не знал, есть ли у них оружие. Но в случае штурма, опять-таки, наверняка была бы стрельба. Я так тогда, во всяком случае, воспринимал ситуацию. И главное, чего я пытался в тот момент достичь, это, конечно, избежать жертв. Это, в общем, было моим ведущим мотивом. Конечно, было некое чувство исторического события, что вот этот памятник есть символ репрессий. А репрессии есть суть нашей истории в 20 веке. Все, что было в России в 20 веке, построено на массовых репрессиях. А это их символ. И что, может быть, мы вот в этот момент покончим не только с символом, но и с репрессиями, как таковыми в истории России. Такие какие-то мысли не сразу, но потом витали. Но главный мотив был все-таки один. Избежать жертв вот сейчас в этой конкретной ситуации. Это удалось. Но не может же быть целая волна вот этого гонений на вас, связанная с тем, что вы памятник Дежинскому тогда снесли. Правда? Должно быть что-то абсолютно объективное, чем вы не угодно сегодня, чем вы не были угодны в 94-м, 95-м году. В 95-м, когда вы уезжали из России. В 96-м, когда вас арестовывали. До сего момента, когда вам достаточно поехать в Россию, вас отправляют в Бутырку или в Лефортово. Причем уже точно теперь неизвестно куда. Там тоже не поймешь, что происходит. Не дождутся. Причины какие? Причины, конечно, были. От вас что-то ждут? Что-то хотят получить от вас, может быть, на кого-то, чтобы использовать это в той или иной политической ситуации? Давайте мы разделим две вещи. Во-первых, попытка расправиться со мной все-таки начинается с 92-го года. И тот факт, что она длится до сих пор, это не потому, что какие-то еще причины должны появиться и так далее. Причины в основе те же. Просто я с тех пор защищаюсь и обороняюсь. Я использую все возможные ресурсы защиты. Не удалось меня слопать быстро. Вот и все. И каждый раз, когда вот добыча, которая казалась вот столь близкой и вроде бы столь легкой, потому что за ним не стоит никакая группировка, никто не будет оборонять. В конце концов, сдал и президент в 93-м году. Дал санкции. Сдал? Сдал, в 93-м году, да. Какими бы ни были причины, побудившие президента отказаться от услуг интеллигентного советника-историка, Станкевич определенно был в Кремле лишним. Вы можете представить себе его, просматривающего Скуратовскую видеокассету, играющего в теннис с Коржаковым или парящегося в бане с Бородиным. Впрочем, существует легенда, повествующая о том, как Виктор Баранников передал Станкевичу некий компромат на Евгения Савастьянова, возглавлявшего в то время Московское управление ФСБ. Станкевич эти материалы Савастьянову показал, да еще и порвал на глазах оторопевшего собеседника. Тот в искренность не поверил, но то, что уже в долгу, почувствовал. В общем, если все это правда, то Станкевич сыграл не по правилам. А такие ошибки не прощаются, особенно в Московском Кремле. Необходимость ухода, пожалуй, в 93-м году уже для меня была понятна, и вопрос был только времени, и каждый раз были очередные вспышки, тех или иных кризисов, и откладывал уход. Но вот еще немного мы дотянем, а потом уйдем. К сожалению, все засло слишком далеко. Может быть, именно тогда вы поняли, что происходит на самом деле, что происходит-то не то, к чему стремились все эти годы? Абсолютно верно. Конституционно-политический кризис 93-го года, который развивался на моих глазах и с моим участием, он как раз наиболее ярко высветил поворот в развитии режима. Вот в сторону такого примитивного, нетворческого авторитаризма. Потому что авторитаризм тоже может быть творческим, он тоже может чего-то созидать. Но этот российский авторитаризм в исполнении Ельцина не был творческим, он был разрушительным. А поворот был как раз вот в известном конституционном кризисе. Говоря о событиях 93-го года, вы обозначили их как конституционно-политический кризис. Сергей Валерьевич, это же война, там же людей убивали, там же друг друга все стреляли, там море крови. Вы могли себе представить такое разрешение конституционно-политического кризиса, например, в тот августовский вечер 91-го года, когда вы руководили тем монтером, не знаю, строителем, высотником, который сносил памятник Дзержинского на Лубянке? Ну, это все-таки был кризис, поскольку спор шел как бы о полномочиях, конституционных полномочиях президента, разделении властей и так далее, то есть в основе было это. А вылилось это действительно в побоище в Москве, и я не считаю до сих пор, что это было неизбежно. Я уверен, что можно и нужно было выйти достойно из этого кризиса, не прибегая к крайним формам, к насилию, кровопролитию и всему остальному. Это просто, ну, бессилие власти было продемонстрировано вот в такой кровавой форме. Бессилие решать споры нормальным политическим путем. Была партия сильной руки одновременно в окружении Бориса Николаевича, которая отстаивала силовой выход, и только силовой. Никаких компромиссов, никаких переговоров. Ну, переговоры только о сдаче на наших условиях, возможно. А так, никаких уступок, никаких выборов. Мы должны разгромить Гидру. В итоге возобладала эта точка зрения. А вы тогда какие советы ему давали? Писали записки различного рода. Общаться почти не приходилось уже, потому что есть такая аппаратная тактика выдавливания. Вот, кстати, как соратники Ельцина раннего периода на себе ее испытали. Вроде бы никто ничего впрямую не говорит. Но сначала, когда вот пришли и начали чем-то заниматься, была так называемая труба. Телефон, на котором написано «президент». Снимаешь, и у президента на пульте закрывается лампочка. Можно напрямую переговорить. Потом исчезает труба, и нельзя уже зайти в любой момент. А у вас труба была поначалу? Была поначалу труба, и была возможность зайти в любой момент. А потом? Потом исчезает труба, и появляется час в неделю. Скажем, по понедельникам есть час, когда нужно зайти, подготовив документы, поговорить, подписать. Потом исчезает этот час, и нужно за три дня написать руководителю секретариата заявку на встречу. Ну и так далее, и так далее. То есть идет постепенно такая тактика выдавливания, оттеснения. Это у вас конкретно была такая вот модель? У меня конкретно, и у всех. Труба потом без трубы, и со многими другими советниками и соратниками президента все прошли примерно через вот такого рода этапы аппаратного выдавливания. Думается, что концерт «Звезд классической музыки и балета», организованный Сергеем Станкевичем на Красной площади в июле 92-го года, автор идеи будет вспоминать всю оставшуюся жизнь. Выбив из бюджета для некой малоизвестной фирмы «Интертеатр», ее возглавлял столь же малоизвестный бизнесмен Амари Сохадзе, 6 миллионов долларов, Станкевич, будучи председателем Оргкомитета, практически завалил фестиваль, по крайней мере, с финансовой точки зрения. Сохадзе арестовали, но часть денег, прокрученная через банковские структуры, исчезла. Станкевич же попал под такой огонь критики, что в пору было подумывать об отставке. Но все оказалось значительно хуже. Сохадзе подтвердил, что Станкевич получил от его представителей 10 тысяч долларов. Тут же всплыла расписка, подтверждающая факт получения денег. И осенью 95-го, за месяц до истечения своих депутатских полномочий, Станкевич покидает Россию. Была информация о том, что вам якобы дали уйти из России. Чтобы был сигнал, давайте отпустим, а там посмотрим, может быть чего-то. Мне сложно говорить наверняка. Но такое впечатление могло возникнуть, потому что я ведь не скрывал то, что выезжаю для работы за рубежом. Я спокойно осуществлял все приготовления. Часть имущества была продана, например. Документы были оформлены, визы получены на себя, на семью. То есть это не являлось ни для кого секретом. Даже вплоть до последнего момента я общался с прокуратурой московской. То есть какого-либо такого, какой-то тайны невероятной, какого-то ухода такого, ничего этого не было. Хотя заканчивался срок ваших депутатских полномочий. И это в то самое время, когда Ильюшенко, в то время исполняющий обязанности Генпрокурора Российской Федерации, подавал ходатайство об освобождении вас от иммунитета депутатского, чтобы привлечь к ответственности. Ходатайство было подано в мае 95-го года, а выезжал я в ноябре-декабре. Но по голосованию решение не прошло, и Госдума вас не отдала в прокуратуру. Да. Хотя в декабре, если бы закончились полномочия, вопрос мог бы стать иначе, наверное, да? Ну, в декабре уже не нужно голосование, действительно. Да. И вы уезжаете в ноябре? Я уезжал, я в ноябре выехал вместе с семьей, но потом в декабре еще возвращался, и даже в Думу заходил, там принимал участие в заседаниях. Потому что нужно было устроить семью, устроиться на работу, какие-то дела завершить. Да, но это вы еще были депутатом. Вы понимаете, что я имею в виду сейчас, задавая этот вопрос? Я понимаю, что вы имеете в виду, что как бы действовал еще иммунитет. Да, да. Я думаю, что формально в тот момент еще иммунитет действовал, хотя точно я по датам не могу восстановить, до какого дня он действовал. Но, вы знаете, я ведь понимаю, с кем я имею дело. Я ведь понимаю, что если бы захотели, то остановили бы машину, нашли бы патрон какой-нибудь, пакетик с наркотиком. То есть, если бы прошла команда в этот момент не допустить выезда, ну, ведь арсенал у этих людей богатый. Ну, сделали бы что-нибудь. Вы уехали в Сан-Франциско, но там у вас как-то не заладилось, по вашему собственному признанию. Почему? Да дело не в том, что не заладилось. Дело в том, что мне хотелось чего-то серьезного, долгосрочного, нормального. Я понимал, что нужно будет несколько лет пожить, поработать. А те небольшие возможности, которые там существовали, но они не давали перспективы. Поэтому я продолжал искать. Я побывал ненадолго в Германии, приехал в Польшу. Собственно, здесь, в Польше, меня и застало известие о том, как далеко зашло мое дело. То есть вы узнали об этом далеко не сразу? Узнал не сразу. А кроме того, ведь и не сразу было возбуждено уголовное дело. И не сразу был розыск объявлен. Дело было возбуждено спустя три месяца после выезда. И когда я узнал, как далеко это зашло, а я искренне надеялся, что так далеко не зайдет, потому что в здравом уме, будучи и твердой памяти, доводить дело так далеко, ну, если хоть чуть-чуть оставаться на позиции закона, было бессмысленно. Ну, кажется, добились. Из политики вытеснили, из страны вытеснили. Ну, можно было заняться уже другими делами. Я не представлял себе, что машина будет отрабатывать и на этом этапе до конца. Но когда увидел, как далеко все дело зашло, я понял, что нужно выстраивать оборону, конечно. Поиском Станкевича занимались полицейские управления шести стран. США, Венгрии, Чехии, Германии, Австрии и Польши. Сам Станкевич к моменту ареста даже отрастил бороду, дабы не смахивать на свою московскую фотографию, украсившую так называемое красное уведомление Интерпола, которое используется только при международном розыске особо опасных уголовников. В России, а Москва, видимо, не сомневалась в том, что Польша отдаст Станкевича чуть ли не сразу после задержания, его ждало обвинение по статье 173 Уголовного кодекса, предусматривающее заключение под стражу от 8 до 15. Обвинение – взятка в размере 1 миллиона 13 тысяч 408 рублей и 40 копеек. Сергей Станкевич был арестован 18 апреля 1997 года. «У вас не было ситуации? Не чувствовали? Не было свежих?» «Постоянной нет. Постоянной нет. Так, эпизодички. Вот когда приезжал из второго этого, почему-то садились на хвост и смотрели. И провожали даже до аэропорта тут». «Это польская полиция, да?» «Нет. Полякам это не нужно. А как ты же? Это пасы, что ли?» «Наши ребята». «Я думаю, наши ребята. Тут же границы-то проницаемы. Полякам зачем? Они у себя дома. Если они захотят, скажем, за мной посмотреть, но они послушают телефон, установят какие-то там аппаратуры. Я же не знаю, что они там установят. Могут в машине маячок поставить. Или не надо даже следить за мной. У них на экране все видно, куда я езжу. А вот другим, конечно, есть смысл этим заниматься. Ну, видимо, какие-то эпизоды они считают особенно важными и тогда поглядывают. Но так не назойливо. «То есть они смотрели, смотрели, где вы, с кем вы, куда ездите?» «Вот когда приезжал из второго этого, почему-то этот эпизод заинтересовал». «Именно когда она?» «Да». «Основанием для ареста послужила красная карта Интерпола. Полиция в Польше ведь только задерживает и передает дело в прокуратуру. А решение об аресте принимал суд. Мы просто задержали Станкевича и передали его в прокуратуру. На этом наша работа с ним закончилась». «Какова роль правоохранительных органов России, МВД России при аресте Станкевича? Вам помогали российские полицейские здесь, когда вы работали по делу Станкевича? Была информация от России, нет?» «Нам никто не помогал. Его задерживали обычные полицейские, сотрудники отдела уголовного розыска. Это даже не главное управление». «Вы не были удивлены, насколько я понял, опять же, по свидетельствам, так скажем, очевидцев, не были удивлены арестом и, в принципе, наверное, уже внутренне себя как-то подготовили к тому, что это может произойти в Польше, может быть, где-то в другом месте. Это так?» «Я не исключал такой возможности, конечно. Я ее допускал». «В тот момент, когда российским правоохранительным органам стало известно, где вы находитесь, и даже существовала версия о том, что, быть может, российские правоохранительные органы, узнав, что вы в Варшаве, подсказали своим кульским коллегам, прислав заброс Интерпола в свое время...» «Именно так и было. Вы знаете это досконально?» «Да. Именно так и было. Именно российские правоохранительные органы, выследив меня в Варшаве, соответствующие ориентиры передали польскому Интерполу». «Наверное, рассчитывая на скорейшую выдачу вас в Москву?» «Да. Предполагалось, что это произойдет очень быстро. Нужен такой был блицкрик. Сделано все было в пятницу. Вы понимаете, почему в пятницу. Это всегда делается в пятницу. И предполагалось, что за это время срочно что-то будет доставлено из Москвы, и в течение двух-трех дней удастся вопрос решить. Кроме того, у меня был таинственным образом похищен паспорт, действующий мой, буквально за некоторое время до этого ареста. В кафе. Да. И таким образом получалось так, что я подлежу не экстрадиции, а депортации, как человек, не располагающий на момент задержания действующим документом. На это тоже делался расчет. То есть вас депортируют из Польши, и тут же вы попадаете под белые ручки... Ну, депортируют, естественно, в Россию. Да, естественно. Да. Но не получилось. Была задействована колоссальная машина давления, в том числе и здесь, чтобы это сделать как можно быстрее, и не в режиме судебной процедуры. Но это не получилось. Кстати, для этого мне и нужно было с самого начала, чтобы не получилось заявить о том политическом характере дела. Отчего вы опасались? Давление в тюрьме, физического какого-то нажима. Вы как-то могли ведь просчитывать логически, что вас ждет, если вдруг вас арестовывают на территории России? Или отдают России арестоваться? Вы задаете сложные вопросы. Вы задаете сложные вопросы. Конечно, мне абсолютно понятно, что будет происходить после. Мне совершенно ясно. Сценарий в голове, ну, можно просто как кино прокрутить. Но говорить мне сейчас об этом, это пытаться, может быть, разжалобить зрителя. Зачем? Пусть любой непредвзятый зритель или комментатор посмотрит на нашу практику, на то, что происходит у нас в изоляторах, на то, что происходит с теми или иными даже фигурами, которые вот какое-то время провели за решеткой, и как они сейчас выглядят, что они говорят, как с ними обошлить. И каждый делает сам свой вывод. Еще раз хочу сказать, в этой борьбе мои оппоненты ни перед чем не останавливаются. И я не собираюсь давать им шансы со мной расправиться. Известие о том, что Станкевич, уже находясь под стражей, общается с представителями управления охраны государства, аналог российского ФСБ, поначалу насторожило многих. Кроме того, была информация и о том, что в марте 96-го Станкевич, находясь в Германии, общался на тему предоставления политического убежища с контрразведкой Германии. Оставалось лишь ждать решения польского суда. Станкевич в течение месяца сидел в следственном изоляторе, смотрел принесенный из дома черно-белый телевизор, учил язык. С сокамерниками, можно сказать, повезло. Все сидели за экономические преступления. Никакой экзотики, татуировок, блатного жаргона и воровских законов. Сам Станкевич представлялся собратьям по несчастью, коротко и ясно, политически. В СИЗО на Раковецкой улице бывший политический советник Ельцина пробыл ровно 29 дней и ночей. Немного по времени, но достаточно для того, чтобы ощущение осталось, запечатленность на всю жизнь. И я где-то даже подумал, что это и неплохо, потому что идет такая огранка характера. То, что заложено внутри, то и проявляется в этот момент. То есть все-таки... И пакости проявляются, и какие-то серьезные нормальные качества, они тоже проявляются. Вам, хотя бы, никого не подсаживали, да? Это же исключено, наверное, здесь. Специально нет, конечно. Зачем? Потому что цели не было. Хотя я и не один был. Был замечательный поляк со мной, отец восьмерых детей. Основной период, который я до сих пор сейчас адвокат. У него денег нет на адвоката. И вот Коршуцкий с ним работает по моей просьбе и будет его защищать. Скоро процесс должен. Я Станкевича раньше вообще не знал. Впервые я с ним встретился в тюрьме. Не могу сказать, что у меня были какие-то симпатии к нему. Но уголовное дело представлялось мне очень интересным с профессиональной точки зрения. С одной стороны, Россия требовала его выдать. С другой стороны, мне показался странным характер обвинений, ему предъявленных. Мне просто стал интересен наконец и сам Станкевич. Сергей Станкевич утверждает, что его дело все-таки носит политический характер. Вы согласны с этим? В чем элемент политики здесь? На pewno определенные политические моменты в этом деле есть. Нельзя считать это дело абсолютно неполитическим, учитывая, что обвинения достаточно смешны. Дело против Станкевича это выстрелы из пушки по воробьям. Претензии, предъявляемые сегодня к Станкевичу слишком малы. Это свидетельствует о том, что его хотели просто поймать и объявить преступником. Впрочем, я знаю, конечно же, не все, но то, что я знаю, как бы не было политично и экспоновано. Говорит о том, что Станкевич не преступник, он просто политик. Нет доказательств того, что Станкевич получил взятку. Кроме того, всем известно, что 10 тысяч по российским меркам это не взятка, особенно на фоне кредитов 6 миллионов долларов. Впрочем, может быть, я, конечно, не все знаю. В российской политической жизни разобраться очень сложно. Но так или иначе, Станкевич остается в Польше, таково решение суда. Еще раз могу повторить, что смешно звучит сумма. На концерт ведь было потрачено 6 миллионов долларов. У вас огромное количество связей отнюдь не со средним классом в России. Правда? С высшей политической элитой, в том числе. И политическая, и экономическая элитой. Неужели вы не звонили, не писали, не просили, просто не то, чтобы помочь. Можно же было позвонить Юрия Михайловича Лужкова и просто опираясь на старые связи попросить даже не помочь, а просто разобраться, спросить, что происходит-то со мной, наконец, можете мне кто-нибудь там в Москве объяснить? В самый сложный и критический период, естественно, не писал, не просил и не говорил ни с кем. Хотя люди помогали. Помогали без звонков, без спрос, без пить. Но приезд Константина Барауова, я все-таки думаю, что это немножко не тот уровень, правда? Не тот уровень, на что вы могли бы, по идее, опереться при желании. Это что, ваша принципиальная позиция? Я не буду даже спрашивать. Нет, почему? Баровой тоже приезжал самостоятельно, и это было его собственное решение, за которое, кстати, ему благодарен. Приезжал Станислав Говорухин, давний, я надеюсь, могу сказать, друг, с которым немало было совместно сделано по его фильмам, который и написал письмо в мою поддержку, и приезжал сюда, и давал здесь пресс-конференции. Это серьезный, мужественный человек, настоящий мужчина. Мы не совпадаем с ним в последние годы по политическим оценкам и взглядам, но этот поступок, это поступок серьезного и основательного человека. Приезжала Галина Старовойтова дважды в прошлом году. Она приезжала и для участия в конференциях, и для некоторых наших совместных разговоров, дискуссий и дел. С ней мы работали всерьез, и это, конечно, была для меня колоссальная трагедия. Вот. Так что приезжали люди, помогали, и делали это не потому, что их кто-либо просил. Но вы сами не просили о помощи? Нет. Непосредственно за помощью я не обращался. Почему? Понимаете, в чем дело? Мне очень важно было ощутить помощь не по просьбе, а по собственной оценке, по собственному решению, по порыву души. Это был такой момент истины и естественного отбора для меня. Ну, а кроме того... Вы, извините, пожалуйста. Я не хотел еще ставить людей в сложное положение. Понимаете, психологически что-нибудь попытно? Я не хочу ставить людей перед необходимостью отказа. Вот многие... А вы чувствовали, что отказы? Многие могли по разным причинам, в том числе и очень понятным человеческим, отказать, а потом мучиться от этого отказа. И это воспоминание об отказе отравляло бы наши последующие отношения. Зачем? Зачем? Я чувствовал себя в состоянии отбиться, а кроме того, действительно были люди, которые очень серьезно помогли сами по собственному выбору и по собственному порыву. Вас удовлетворил тот объем, так скажем, помощи, который, как вы сказали, вот по доброй воле, да? Или нет? Или вас ожидали... Ну, сложно сказать, ожидали большего, да? Человек всегда хочет большего, скажем так, но эта помощь была своевременно, уместна, и я невероятно этим людям благодарен. Польский суд, рассмотрев просьбу российской стороны, решил в экстрадиции отказать. Юридические и судебные инстанции просто не нашли достаточных оснований для выдачи русского политика. Может быть, поляков смутила чрезмерная настойчивость Кремля, готового пойти на конфликты за 10 тысяч долларов, а может быть, сыграли роль результаты экспертизы подписи Сергея Станкевича на знаменитой расписке. Подпись оказалась фальшивой. Впрочем, что это была за экспертиза, надо еще проверить. В общем, запутанная до смешного, не поддающаяся логическому осмыслению история, юридически завершилась. Договора о выдаче у России с Польшей нет, а решение суда обжаловано не будет. Польский суд, как известно, отказал выдать Сергея Станкевича в Россию. Отказ в экстрадиции был обусловлен отсутствием причин для этого. Дело в том, что польский суд не изучал конкретные факты его жизни в России. А именно, мы не изучали, получал ли Станкевич взятку. Этим не занимается польский суд. Мы не занимались также выяснением, была ли денежная сумма, переданная Станкевичу взяткой, собственно, или это был гонорар. Суд решал вопрос об экстрадиции, и, соответственно, изучал только вопрос, правомерна ли просьба российских правоохранительных органов об экстрадиции Станкевича, и соответствует ли она польскому законодательству. Дело Станкевича в Польше уже всеми забыто. Когда шли заседания суда, польские журналисты сделали для себя два важнейших открытия. Первое. Российский ИО прокурора, требовавший судить Станкевича, сам сидит в тюрьме. И второе. Станкевич – это бизнесмен, занимающийся экспортом в Россию из Польши, консервов, мясо, яблок, лука и чеснока. После таких открытий пресса запуталась окончательно и писать о Станкевиче перестало. У нас в Польше имеется такое вроде недоумение, что известно, в России сейчас много из таких случаев, много таких людей, которые наживаются нечестным путем, и они неплохо живут и никто их не беспокоит. А тут вроде 10 тысяч долларов, конечно, это вообще много, у меня столько их, например, нет. И такое вроде большое преступление, за которым надо идти даже и в другую страну. Я понимаю, как у нас объясняется это. Но с другой стороны я знаю, что господин Станкевич, он не ходил, не был противником президента Ельцина, он был наоборот сторонником, помощником, не произошло ничего такого, хотя я не знаю, может быть, и произошло, но мы не знаем, что бы обозначало, что он выступает против законным властям. И в таком смысле немного удивляет то, что объясняется это решение тем, что он вроде политически преследуется с политических соображений. я понимаю, что есть тоже такое вроде может быть и отношение к нему особое у нас, что он активно участвовал в некоторых вопросах важных для нашего народа, для нашей страны, вопрос Катыни, что он говорил по телевидению, сказал, что у него там по происхождению что-то есть из польского, где-то деды или прадеды, но все это складывается на такое общее впечатление для меня некоторой неясности по этому вопросу, некоторой неясности, и очень нехорошо, что такой один случай, назовем, он влияет отрицательно на отношения между нашими странами. Поляки поддерживали вот это решение, чтобы ему все-таки предоставить убежище в Польше, если можно так сказать. Я думаю, что мне трудно объяснить, почему это так и было, но знаете, поляки очень часто пользовались тоже в разных странах политическим убежищем, и думаю, что здесь не было никаких проблем, чтобы ему предоставить как раз вот такое право. Вопрос Сергея Станкевича можно считать уже закрытым? И что может быть дальше вообще? С точки зрения польского права это дело закрыто. Он свободен, сам может решать, что ему дальше делать. Он может покинуть Польшу, может вернуться в Россию, преследованию, как он думает. В связи с этим можно предположить, что он не поедет в Россию. Я думаю, спросить нужно у Станкевича. Сейчас вы как-то более-менее комфортно себя чувствуете, именно живя в Варшаве. Насколько это возможно комфортно, учитывая ситуацию изгнания некой, ВВД? Это не изгнание, нет, ни в коем случае. Это временное пребывание за рубежом, это эмиграция. Ленин звучит. Нет, Ленин вряд ли может быть для меня примером. В России давнишняя история политической миграции, давняя традиция этого. Разные волны были эмигрантские на протяжении столетий, по разным причинам. Репрессивная машина всегда работала исправно, так что здесь не я первый, не я последний. Что касается комфорта, я устроен нормально, я зарабатываю деньги, есть жилье, есть все, что нужно для нормального существования, и вот теперь есть и у вас свобода передвижения по всему миру. В этой истории можно смело поставить точку. Сергей Станкович никогда больше не будет работать в Кремле. Москва может не бояться его мемуаров, если и было что рассказать, все уже устарело. В прокуратуре точно не до него, Скуратов сам как бы за решеткой не оказался. Останкевич останется в памяти потомков, как человек, рассказавший правду о Катыне, снявший Дзержинского на Лубянке, получивший за что-то 10 тысяч и уехавший из страны. Этакое лицо перестройки за рубежом. Вы свободны по польски говорили? Да. Это не очень сложно. Но вы приехали в Варшаву, когда первый раз в них говорили. Ну, я знал. Я понимал и знал несколько раз таких расходных. А все остальное здесь язык с воздуха усваивается практически. Фонетика сложная. Есть шипящие, спестящие. Мне очень нравится слово шишлощич. Шишлощич. Шишлощич? Шишлощич. Это будущее. Будущее.